Привет, мои дорогие подписчики, те, кто в первый раз пришел ко мне на канал. Зашел ко мне на канал, я вас их очень рада видеть. Меня зовут Лена, и сегодня у меня на канале будет видео о моем любимом викторианском доме от фирмы Dimensions. И сразу хочу сказать, иначе могу забыть, этот процесс участвует сразу в трех СП. Во как! Это точно не хухры-мухры. Я люблю говорить, что это не хухры-мухры. Так, последнее видео, которое я показывала у себя на канале о викторианском доме, ну, это видео какое-то было, наверное, плаксиво-растроительное. Какое-то такое, да, наверное, оно было. Хотя, когда я снимала это видео, в принципе, я уже была в относительном спокойствии, так как в тот момент, когда я его показывала, у меня была такая ситуация, что всю вышивку я сместила на один ряд вниз. Здесь, ой, ё-моё, и мне необходимо было распороть. Слава Богу, не очень много того, что у меня было. Я сейчас в правом верхнем углу покажу, сколько у меня было вышито на том, на тот момент. Хотя, зачем показывать? Нет, наверное, все-таки я не буду показывать, что вспоминать. Было и расстройство. Не, не буду я ничего показывать. На самом деле, не могу сказать, что там было вышито очень много, но распарывать я вообще, мягко говоря, просто ненавижу. Вот именно таким языком я бы сказала, ненавижу. Ну, короче, где-то вот, наверное, слева я немножечко уже вышила на тот момент, и мне пришлось бы, я об этом говорила, все распороть, короче, вообще смыть всю эту разметку, потому что, ну, совершенно никак, ну, по-другому нельзя было никак сделать. Так как эта работа, она сместилась на целый ряд. Получается бы, все, что я вышивала вот здесь, надо было бы вышивать еще один ряд точно такой же, как этот. Ну, это вообще не вариант. Я думала, 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 и подумала, нет, Лена, ничего у тебя не получится. Исправить только, собственно говоря, путем распарывания, путем полностью, сначала надо было смыть эту разметку, потом заново ее перечертить, ну, все, 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 опять сейчас начну расстраиваться. Вот, нифига, не буду. Я сама начинаю расстраиваться, а потом сама же себе говорю, не, нифига. Ну, так вот, я, короче, все распорола. Кстати, распарывать было не так, собственно говоря, тяжело, как я, наверное, боялась, не так страшен черт. Но распарывать я не люблю. Я все вот здесь распорола, значит, разметку я вообще благополучно смела, с этой, господи, смыла, почти со всей, собственно говоря, половины работы нижней. Потом я опять-таки перечертила. На данный момент я перечертила, один, два, три, четыре, пять, короче, грубо говоря, пять квадратиков вниз. Много меня уже не хватило перечертить. Видите, я перечертила, перечертила, перечерти, ой, сколько рэм. Вот, короче, я расчертила один, два, три. Ну, пока мне вот видны хорошо эти ряды. Ну, вот столько рядов больших я очень хорошо все расчертила. Думаю, ладно, короче, буду пока вышивать здесь, а там уже, собственно говоря, там уже видно будет. Вот, и благополучно я стала вышивать вот здесь. Не могу я вам сказать, что я вышила очень-очень много. В последние дни у меня что-то как-то вышивка вообще не идет. Так что по-хорошему бы, если бы я вышивала и вчера, и позавчера, я бы, наверное, вышила хотя бы вот здесь. Ну, как говорится, как получилось, так получилось. Вот, вышила я не очень много, но вот в данный момент, когда я смотрю уже в камеру, мне как-то очень хорошо теперь видно. Потому что, когда вот смотришь в руках на эту вышивку, как-то тут непонятно, что ты. Может быть, надо просто, чтобы снимала, когда снимаешь, и видно издали. Сейчас я уже понимаю, что я вышиваю, видно то, что у меня достаточно все хорошо получается. И мне очень нравится. Действительно, мне очень нравится. Ну, вот, если бы, конечно, не было вот того косяка, возможно, в данный момент я бы вышила уже больше. Но, что говорить? Об этом уже говорить, в принципе, наверное, не надо. Но, по крайней мере, все, о чем я говорила в предыдущем видео, именно об этом. Так, что я хотела бы еще сказать? Самое главное, что все у меня исправлено, и я потихонечку вышиваю. Самое, конечно, интересное в том, что я длительное время решала, когда вышивала. Думаю, вот сюда мне идти, третий ряд, или думаю, мне идти вот сюда. Потому что все самое интересное, кстати, будет именно вот здесь. Потому что цвета здесь очень красиво, это вышивается дом. Здесь, как бы, достаточно такие хмурые, скажем так, цвета. Ничего интересного, по большому счету, здесь, ну, как бы, нет. А вот здесь, самое интересное, здесь уже будет вышиваться дом, и так далее, и так далее. Я уже, кстати, вам рассказывала о том, что схему я разрезать не буду. Потому что я хочу вот вышивать вот это вот все уже, как бы, ну, рядами. Я не говорю по одному ряду, но, может быть, три ряда я вышиваю и пойду направо. То есть, если бы я, например, разрезала бы, да, эту схему, скорее всего, я бы вышила примерно где-то до середины и пошла бы вниз. То есть, получается, вся эта вышивка прерывалась, ну, грубо говоря, на середину. Середина, наверное, где-то здесь. Не видно, где середина. Вот. Я решила как-то вот хотя бы три ряда вышить и пойти до конца, чтобы не прерывать эту вышивку. Я, на самом деле, всегда, почти всегда я разрезаю. Но в данный момент я вот не стала вышивать. Когда я вышивала первую половину, я разрезала. И, кстати, я жалею об этом. На самом деле, не надо было разрезать это все. Лучше было бы сделать ее мое, но как-то немножко по-другому. Но в любом случае, знаете, надо не вертикальными линиями, то есть, разрезать, а, наверное, горизонтальными. Кстати, вот с этой вот схемой я так и сделала. Потому что вот сейчас я немножечко меняю свой, свой как-то, я не знаю, темп вышивания, свой стиль вышивания, потому что я как-то так вот вышивала вверх. А сейчас я так уже делать не буду. Я, кстати, когда вышивала в ночной город, я, по-моему, по такой же системе вышивала. Я не горизонтально разрезала, а вот именно у меня разрезы, надрезы и разрезы, схемы для вышивания были именно вертикальные. Но мне кажется, здесь такого действительно лучше не делать, потому что получится то, что будешь бэкстить, в первую очередь прерывать. Вот это неправильно, потому что здесь вот эта вот крыша, мне пришлось ее прерывать. Но не очень, короче, здорово. Вот. И мне очень, конечно же, хотелось снять это видео. Снимаю я, конечно, его не очень быстро, потому что в прошлый, по-моему, вторник или в понедельник, а, наверное, в понедельник я показывала, вот, прошла уже, считай, неделя. Но за эту неделю я, естественно, уже успокоилась, частично я что-то вышила, и мне сейчас тоже надо все-таки уже повышивать, потому что в последние дни я не вышивала, я занималась, опять-таки, раскрашиванием по номерам, съемкой видео о моей раскраске по номерам. Короче, она меня не отпускает, она меня в себя влюбила, и вышивка, к сожалению, перешла на второй, получается, план. Ну, хотя, конечно, такого быть не должно, я надеюсь, что такого не будет. Вот. У меня еще есть дикое такое желание поснимать несколько тегов, очень-очень интересных. Еще девочки просили снять одно видео, в котором я покажу, как моя вышивка в интерьере смотрится, но это видео я буду снимать, наверное, скажем так, ну, не ходя по квартире, потому что у меня работа все в разных совершенно частях квартиры располагается, наверное, придется просто монтировать одно видео, потом туда, короче, добавлять все частички, все части. Сниму я, наверное. Ну, да, у меня в разных местах действительно все работы. В общем, намонтирую, я скреплю все видео, которые я буду снимать, где располагаются мои замечательные работы. Вот. Ну, это так, небольшая такая пауза. Ну, как-то так. Работа, мой викторианский дом, конечно, мне надо, любимый мой викторианский дом, закончить. Наверное, все-таки нужно будет снять такое небольшое видео, почему же я так его хочу закончить, но, наверное, все-таки это попозже. Потихонечку он у меня идет, он по-прежнему мне очень нравится. Даже несмотря на то, что какой-то вот, ну, легкий косяк у меня произошел с вышивкой, мне все равно хочется его вышивать. Меня это ни в коем случае от него, там, я не знаю, не отворотило, не остановило от этой вышивки. Мне он очень нравится. Мне, конечно же, очень интересно, как он у меня получится, как я его оформлю. Ну, об этом, конечно, еще рано говорить, но все равно какое-то предвкушение о том, что работа будет, ну, скоро уже готова, у меня, естественно, есть. Вот. Всем девочкам, которые мне писали сообщения, писали комментарии, в Инстаграме меня поддерживали, ВКонтакте, вам, мои дорогие, большое спасибо. Я, конечно же, хочу вам сказать большое спасибо, потому что на тот момент я действительно была немножечко, вы знаете, в такой, не то чтобы панике, а в каком-то таком состоянии, блин, что делать, опять как-то менять. Я понимаю то, что это можно было решить, все, я понимаю, но вы меня очень сильно успокоили, поддержали, вы мне очень помогли. Поэтому большое спасибо, мои дорогие, за сообщения, за комментарии. Ой, поддержка это очень, действительно, полезная, очень хорошая вещь, за что я вас, конечно же, благодарю. Ну, а на данный этап, на данный момент, я уже буду сворачиваться с этим видео. Была вас очень-очень-очень сильно рада видеть на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы, все, что хотите, короче, пишите. Пишите все, все с удовольствием прочту. Добавляйтесь, друзья, в ВКонтакт, в Одноклассники, обязательно подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм, там всегда все самое свеженькое, самое интересное. Еще раз большое спасибо, что были у меня на канале. И мы с вами увидимся уже в других моих видео на моем канале. Всем хорошего настроения, будьте здоровы, счастливы, любимы и так далее. Погодка, кстати, по-моему, наладилась, надеюсь, так и будет, хотя кто его знает. Еще раз всем хорошего настроения и до встречи в следующих моих видео. Всем пока-пока!